Здравствуйте! Это программа «Территория права». Вступление в наследство – это прежде всего четко регламентированная правовая процедура, которая закрепляет не только сам факт смены собственника имущества, но также переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам. Именно поэтому так важно детально изучить порядок вступления в наследство, чему, собственно, и посвящена наша передача. Сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Новокубежска Лариса Валерьевна Романова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, да, и мы традиционно работаем в прямом эфире 202.11.22. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, то в течение 30 минут вы можете дозвониться к нам в программу и задать свой вопрос касательно завещания, дарения, возможно, брачного договора. Милости просим к нам в эфир, начинаем разговор. Скажите, пожалуйста, вот каким образом наследникам первой очереди предоставляется обязательная доля наследства при наличии завещания? Да, определенная категория граждан, которые относятся к нетрудоспособным гражданам, допустим. То есть инвалиды не могут осуществлять свою трудовую деятельность. По соответствии с статьей 1149 Гражданского кодекса, для них предусмотрена обязательная доля, на сегодняшний момент она в размере 1-2 доли, независимо от содержания завещания. Таким образом, законодатель, я думаю, предусмотрел самые незащищенные слои, категория граждан, которые не могут, уже в силу своих особенностей физических или умственных способностей, не могут постоять за себя и таким образом защищают их интересы. Допустим, если на момент смерти наследодателя его сын или дочь или супруга, они уже являются нетрудоспособными гражданами, независимо от написания завещания, они будут иметь обязательную долю в размере 1-2 доли. Нотариус в ходе беседы выясняет, имеется ли такая категория граждан, или видя документы о прописке, кто с ним прописан, из права устанавливающих документов, устанавливает обязательно таких круг лиц, чтобы не допустить нарушения законодательства, и чтобы люди у нас не остались даже без жилья в некоторых случаях. Поэтому нотариус за этим следит очень внимательно. Четко. Да, четко. Спасибо. У нас есть вопрос от телезрителей. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Макаров. Очень приятно. У меня 24 ноября, у меня мама. Я являюсь инвалидом боевых действий. Что мне нужно делать, чтобы вступить в наследство в квартире? Вопрос понятен? Да, вопрос понятен. Спасибо большое. Здравствуйте, Сергей. Можно уточнить только, вы в силу закона будете вступать в наследство? Или имеется завещание от вашей мамы? Нет, мама все боялась, что если я раньше умру, чтобы никто не занял мою долю. Ясно. Но все будет делать. То есть вы будете принимать наследование в соответствии с законом, да? Вы являетесь наследником в первой очереди, сыном. У меня ни сестры нет, ни братьев, никого. Это в обычном порядке. К любому ближайшему нотариусу, к вашему проживанию можете обратиться, предъявив при этом свидетельство о смерти и свидетельство о рождении ваше, подтвердив, что вы являетесь сыном умершей. То есть это все необходимые документы, которые... Для того, чтобы подать заявление нотариусу, что вы желаете принять наследство, достаточно иметь только свидетельство о смерти и свидетельство о рождении. И уже в ходе консультации у нотариуса он даст подробные разъяснения, что необходимо еще представить. Ну и не забыть, наверное, шестимесячный срок, который положен. В течение шести месяцев, да, мы должны подать заявление, выразить свою волю, хотим ли мы принять наследство или мы не хотим, значит, заявление об отказе мы подаем. Достаточно мало сейчас документов, которые необходимо собирать самостоятельно. В основном нотариус запрашивает те сведения из Росреестра, из БТИ и тому подобное самостоятельно путем электронного взаимодействия, в том числе с органами, осуществляющими государственную регистрацию прав. Вот, коль уж мы коснулись этого вопроса, с документами понятно. Скажите, пожалуйста, а вот какие сроки, когда человек приходит, написал заявление о вступлении в наследство, вот если даже рассмотрим данный вариант, через какое время, за какое время нотариус собирает документы, о которых вы сказали, и человек уже может получить свидетельство о праве наследства? То есть в течение шести месяцев дня смерти мы выражаем свою волю путем подачи заявления. Через шесть месяцев нотариус имеет право выдать свидетельство о праве наследства, если опять же с такой просьбой обратился наследник. Прошу выдать мне свидетельство о праве наследства. То есть можно вступить в наследство, а свидетельство можно не получать? Не получать, это право наследника получить свидетельство, нет такой обязанности непременно получать свидетельство о праве наследства. Но надо иметь в виду, до того момента, пока мы не оформим свои наследственные права, мы не можем распоряжаться этим имуществом, не можем продать, подарить или каким-то иным образом. То есть, если вы планируете совершать дальнейшие какие-то действия, допустим, по отчуждению этого имущества, то необходимо получить свидетельство о праве наследства. Если сейчас у вас, ну, по каким-то ряду причин, не получается получить свидетельство о правильном следствии, ничего страшного, главное подать заявление вовремя. О себе заявить. О себе заявить, да. Спасибо большое. А 202-11-22, телефоны периодически появляются на ваших экранах, уважаемые телезрители. Дозванивайтесь, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, ну, а также периодически на ваших экранах появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где консультанты также в рабочее время обязательно вас проконсультируют по любому вопросу, связанным с нотариатом. Следующий вопрос. Вот распределение нотариуса по наследственным делам имеет место быть? Скажите, пожалуйста, за любой ли услугой можно обратиться к совершенно любому нотариусу, либо все-таки вы работаете вот как-то избирательно и адресно? До 2015 года была действительно градация оформления наследственных прав, потому что округ очень большой, поэтому закрепление существовало. С 2015 года у нас действует положение наследства без границ для удобства граждан, куда ему удобно, по месту проживания, по месту работы ближе и тому подобное, он может обратиться к совершенно любому нотариусу Самарской области, где бы гражданин не работал или не проживал. Куда удобно, туда обращаемся. Если наследственное дело было заведено до 2015 года, и гражданин что-то еще обнаружил и хочет оформить в порядке наследования, то надо обращаться к тому нотариусу, где уже было заведено наследственное дело. Так как наследственное дело на любое имущество, оно заводится одно, в силу того, чтобы не было путаницы в категории наследников, в круге наследников и тому подобное. Но в настоящее время люди обращаются к любому нотариусу, как им удобно. Спасибо. Следующий вопрос, Лариса Валерьевна. Вот правильно ли я понимаю, как вы сказали уже, что можно обращаться к любому нотариусу, но документы для обращения к нотариусу, они все едины? Конечно. Требования к документам у нас определены и регламентом совершения нотариальных действий, основами нотариати, гражданским кодексом, семейным кодексом. То есть если вы наследник по закону, то вам надо подтвердить, что вы являетесь родственником наследодателя. Ну это элементарно, допустим, представить свидетельство о рождении или свидетельство о браке, если вы являетесь супругами и тому подобное. Свидетельство о смерти – это единственный документ, который может подтвердить факт открытия наследственного дела. То есть даже если у вас нет документов на руках, допустим, в настоящее время, а у вас подходит срок 6 месяцев и тому подобное, не надо беспокоиться, надо обратиться к любому нотариусу, зафиксировать свою волю, а уже позже предоставить какие-то недостающие документы, тоже свидетельство о рождении или свидетельство о ЗАГСе. Сейчас нотариусы, кстати, имеют самостоятельный доступ к базе органов ЗАГСа. Она постепенно пополняется, она, конечно, сейчас еще не вся полная, но тем не менее, если это, допустим, какие-то свежие, так скажем, не там послевоенные документы, нотариусу самостоятельно может запросить, и это будет являться основанием, ну, помощью людям в том, что не надо бегать и собирать документы. Вот, кстати, давайте поговорим, есть обязательная форма договора и необязательная форма договора, я имею в виду оформление именно у нотариуса. В чем разница, в чем плюсы и минусы оформления сделки у нотариуса? На сегодняшний момент у нас обязательная нотариальная форма для таких сделок, как соглашение о разделе совместного имущества супругов, завещание и договор ренты. На сегодняшний момент так. И отчуждение долей в недвижимом имуществе, если это к такой тоже незащищенной категории граждан, несовершеннолетние или недееспособные граждане, то в данном случае это обязательная нотариальная форма. На сегодняшний момент плюсы обязательной нотариальной формы, это, конечно, ответственность нотариуса. Нотариус сам обязан запросить сведения из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, об обременениях, об арестах, какие были переходы права, кто кому продавал, когда продавал. То есть из реестра мы имеем полную картину о судьбе, допустим, недвижимости, что очень важно в настоящее время, естественно. Во-первых, с февраля месяца у нотариуса обязанность предоставлять все документы, в том числе по наследству, по отчуждению недвижимости, в электронном виде на регистрацию перехода права собственности. Что, естественно, экономит время гражданам, не надо обращаться в МФЦ, терять время и тому подобное. Нотариус это делает самостоятельно, что сокращает срок регистрации. На сегодняшний момент, если нотариус подает на регистрацию самостоятельно все документы, срок регистрации составляет одни рабочие сутки с момента подачи. То есть было три, по-моему, если мне память не изменяет. Три, да, было три. Это ипотека такая, ну, важная для людей ниша на сегодняшний момент. Достаточно часто оформляется недвижимость в рассрочку, то есть люди берут кредиты и тому подобное. Дальше идут цепочки, да, дальше продают, постепенно и тому подобное. Что, естественно, сокращает срок регистрации, это тоже немаловажный фактор. Во-вторых, все нотариусы обязаны быть застрахованы. И предметом этого страхования является риск именно от нотариальной деятельности. И если будет доказана вина нотариуса, что что-то он просмотрел, не досмотрел, или закон в какой-то мере не саблюл, нотариус обязан будет возместить все расходы, связанные с совершением нотариального действия. На сегодняшний момент это не менее двух миллионов обязательное страхование для нотариусов всей практически страны. Спасибо. Следующий вопрос вот уже задаю от телезрителей. Возможно ли получить право на наследство на автомобиль, если умерший снял его с учета? Вот такой вопрос. Ну, то, что автомобиль не стоит на регистрационном учете, это еще не говорит о том, что человек перестал быть собственником этого автомобиля. Когда мы ставим автомобиль на регистрационный учет, мы по большому счету соблюдаем административный регламент, так как все технические средства у нас должны быть учтены. Если человек снял автомобиль с регистрационного учета, но не успел им распорядиться, они не успели подписать, допустим, договор купли-продажи или договор дарения, договор мена, неважно, каким образом он планировал распорядиться этим имуществом, если у людей остались документы, подтверждающие, что это осталось собственнику человека, то никаких оснований для отказа в совершении нотариального действия, если автомобиль не стоит на учете, не может повлечь отказа в совершении нотариального действия. То есть в любом случае человек должен подтвердить, что этот автомобиль на сегодняшний момент принадлежит ему, независимо, стоит он на учете или нет. Спасибо. Анонсирую, что мы работаем в прямом эфире. 202.11.22, как раз телефон вы видите на своих экранах. Уважаемые телезрители, дозванивайте, пожалуйста, Лариса Валерьевна, Романова, нотариус города Новокубышевска, сегодня гостья программы и отвечает на вопросы ваши, на вопросы мои. Поэтому есть еще время, дозванивайтесь, пожалуйста, по телефону. Вот такой еще вопрос от телезрителей. Может ли быть признан судом неделимой вещью жилой дом, входящий в состав наследственного имущества, раздел которого в натуре невозможен? Ну, это, конечно, вопрос больше судебных разбирательств. И, скорее всего, речь идет не о долях, а о частях, скорее всего, дома. Если суд признает, что указанный жилой дом или отдельные его части могут использоваться как отдельное помещение для проживания, там, допустим, два входа, два крыльца, два котла или какие взаимоотношения по уплате тех же услуг, засвет и воду, то судом может быть установлено, что этот единый жилой дом может быть признан отдельными частями. Но это больше, конечно, вопрос к суду, каким образом технический паспорт, естественно, предоставляется в судебное заседание. И если есть возможность признать каждую часть этого дома отдельным, изолированным проживанием, жильем для проживания, то, конечно, он может быть и не неделимой вещью. Спасибо. Есть звонок от телезрителей, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Здравствуйте. Мы, вот я пришел к нотариусу с женой, мы хотим завещать квартиру дочери. Мы, как там, ну, как, все мы входим туда в этот, как, ну, в приватизацию. Все трое, да? Собственники, да, жилья? А? Собственники жилья все втроем, да? Собственник жилья, жена. Ну, мы пришли вместе и хотим завещать эту квартиру дочери. Ну, нам говорят, что, ребята, вот, вы, значит, завещание стоит 1900 рублей. Ну, примерно, я имею в виду. 1100, на сегодняшний день. Нет, вам надо, чтобы и жена, и муж заплатили по 1900 рублей. Правильно ли это? Спасибо. Слушайте ответ. Из вопроса я поняла, что все-таки квартира приватизирована на троих. На троих, а собственно... Соответственно, все трое являются собственниками этого помещения. Такое понятие, как квартира-съемщик, скорее всего, телезритель имел в виду про это, что, наверное, квартира-съемщиком является супруга, да. Тем не менее, раз квартира приватизирована на троих, то мы, соответственно, в одной третьей доле каждая являемся со собственниками. Если супруга хочет завещать свою недвижимость, естественно, она пишет завещание от себя. Нельзя составить завещание от себя и еще, в данном случае, от супруга. То есть каждый должен писать... Да, это личное распоряжение каждого на случай смерти, поэтому каждый человек должен завещать свое имущество. Но на сегодняшний момент есть такое новшество у нас опять в законодательстве. Имеется возможность составить совместное завещание супругов, в котором они распишут, что касается их одновременности, допустим, смерти, или кто вперед, кто попозже уйдет в мир иной. То есть оставить такие распоряжения можно и в совместном завещании супругов. На сегодняшний момент составить завещание от каждого на территории Самарской области стоит 1100 рублей. В сегодняшний момент. То есть вот это вот такое уточнение. И если мы рассматриваем данный пример, то супруги, если они своей долей хотят оставить дочери, они могут написать совместное завещание. Совместное завещание супругов. Супругов. Оно так и называется, да. Хорошо. Спасибо большое. Мы продолжаем наш эфир и продолжаем принимать звонки и вопросы. Ваши, уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам. 202-11-22. Вот такой вопрос. И у нас он есть. Слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Поверьте, пожалуйста. У меня в пределированной квартире одна четвертая часть. Я хотел ее подарить сыну. Сделать дожственное. Мы пришли к монтариусу. И нам сказали, что обязательно, чтобы он присутствовал при оформлении вот этого дарения. Почему? Не понятно. А если я хочу сделать, чтобы он не знал об этом? Спасибо. Вопрос интересный. Если вы хотите, чтобы он не знал об этом, то это как раз речь о завещании. Потому что у нас соблюдается тайна завещания. Это распоряжение на случай смерти. При дарении от вашего сына должна исходить воля, что он желает принять этот дар в виде одной четвертой доли квартиры. Договор, он всегда двусторонний договор. В данном случае вы, как мама, являетесь дарителем, а сын является одаряемым. Поэтому его присутствие и подписание указанного договора – это обязательно. Так как он с момента дарения является уже собственником этой указанной доли в данном случае. Ну, соответственно, нести все обязательства? Конечно. Как собственник оплачивать коммунальные услуги, налоги и тому подобное. То есть к нему переходят в результате договора дарения все права и обязанности собственника. Поэтому он обязан присутствовать. Все совершенно верно. Да, все совершенно верно. Но если хочется это сделать в тайне… Если это хочется в тайне, то это завещание. Другого варианта нет. Договор, если он двусторонний, невозможно заключить без воли второй стороны. Да, здесь поэтому вам приходится решать, каким образом исповедиться. Да, каким образом это оформить. Своей долей. Следующий вопрос. При оформлении наследства нотариус потребовал документы на наследуемую квартиру, которые были утеряны. Вот как быть, восстанавливать документы на квартиру? Нотариус должен завести наследственное дело без документов? Или есть какое-то другое решение этого вопроса? Подскажите, пожалуйста. Совершенно не обязательно на сегодняшний момент, как мы с вами уже ранее сказали, иметь документы на наследственное имущество. Если права на наследственное имущество были зарегистрированы уже в Росреестре, нотариус самостоятельно запросит сведения из ЕГР, запросит копии необходимых документов, запросит выписку на сегодняшний момент из ЕГР и тому подобное. Если же права на недвижимое имущество не были зарегистрированы в ЕГР, то нотариус тоже даст запрос наследнику, который обратится в органы госрегистрации и, допустим, из Бюро технической инвентаризации получит дубликат, копию, допустим, старого документа, договора, права, по которым не были зарегистрированы в Росреестре. Если были зарегистрированы, нотариус самостоятельно запросит. Опять же, это не влияет на подачу заявления о принятии наследства. Нет у вас документов, не надо пропускать 6 месяцев, надо обратиться к нотариусу, подать заявление, потом спокойно 6 месяцев разобраться с документами на наследственное имущество. Скажите, пожалуйста, вот в этом заявлении что указывается? То есть все имущество, если, допустим, нет документов, но адрес-то помнится, да? Вот каким образом? Неважно, наследник, подавая заявление о принятии наследства, он принимает все наследство. Мы принимаем и долги, и хорошее, и плохое. Подав заявление нотариусу, вы можете выразить просьбу, что вы просите сделать, запросы в какой-то банк, в пенсионный фонд, где вы предполагаете, что имеется наследственное имущество. Мы же не всегда знаем и не всегда как-то хорошо спрашивать у родителей или еще у кого-то, что же вы имеете, да? Поэтому с просьбой к нотариусу вы всегда можете обратиться, сделайте, пожалуйста, запрос в Сбербанк, я там предполагаю, что были счета, накопления, или в пенсионный фонд, допустим, родитель не успел получить причитающуюся пенсию и тому подобное. И также с документами. Законодатель дал 6 месяцев для того, чтобы спокойно оформить наследственные права. Мы же их не каждый день, естественно, оформляем. Совершенно верно. Спасибо. Есть звонок от телезрителей. Алло, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у нас такая ситуация, мой бывший муж не общается с моей дочерью, ну и со мной, соответственно, вот если в случае его смерти будет происходить наследственное дело по его, значит, каким-то там квартирам и так далее, может ли моя дочь узнать как-то или претендовать на это наследство? Да, конечно. Спасибо. Да, конечно. Бывших детей не бывает. Да, бывших детей не бывает. Если вам стал известен факт о смерти бывшего супруга, вы также можете обратиться к любому нотариусу. Нотариус посмотрит, у нас единая база наследственных дел. У какого нотариуса ведется наследственное дело? Это если было завещание? Было завещание, не было завещание. У нас общая база наследственных дел. То есть человек, приходя к нотариусу, предъявив свидетельство о смерти, даже если у вас нет на руках свидетельства о смерти, можете обратиться в органы ЗАГСа, получить повторное свидетельство о смерти, предъявив, допустим, в данном случае дочка, предъявив свидетельство о рождении и доказав, что она является дочерью умершего, в ЗАГСе всегда дадут повторное свидетельство о смерти. Это если, прошу прощения, совершеннолетние, а если нет? От несовершеннолетних у нас такой же представитель, законный представитель, это в данном случае мама, да, также обращается в органы ЗАГСа и получает повторное свидетельство о смерти. Может и не получать повторное свидетельство о смерти. Обратиться к любому нотариусу, нотариус посмотрит по нашей единой базе, скажет, да, наследственное дело заведено, пожалуйста, можете обратиться к такому-то, такому-то конкретному нотариусу. Можно прийти, подтвердив родственное отношение, нотариус ознакомит с материалами наследственного дела, что имеется, допустим, завещание или нету завещания, имеется такое-то наследственное имущество. Я повторюсь, и это все при подтверждении родственных отношений, так как нотариус связан с тайнами совершения нитриального действия и разглашать совершение нитриального действия он не имеет права, если это, допустим, сторона не является по сделке. Ну, рассмотрим. Все равно, если, допустим, наследство есть, наследственное дело заведено, в данном случае завещание либо есть, либо нет, на что имеет право ребенок? Там уже надо смотреть конкретно, да. Допустим, если имеется завещание... То есть мы имеем право в любом случае? В любом случае обратиться и узнать состав наследства, круг наследников, имеется ли завещание, не имеется ли завещание. А дальше уже рассмотрим частности. А дальше уже это, конечно, индивидуальный порядок, да. Спасибо. Есть еще звонок, Олумова, слушаем. Здравствуйте. Наверное, звоночек ушел. Дозванивайтесь, пожалуйста, время у нас еще есть, на пару вопросов ответить сможем. Вопрос вот такой. Пытаемся открыть наследственное дело после смерти матери. Нотариус отказывает, так как в наших свидетельствах о рождении и в свидетельстве о смерти мамы имя мамы написано по-разному. Разница в одну букву. Нотариус предлагает прийти после исправления ошибок, но так мы пропустим срок вступления наследства 6 месяцев. Права ли нотариуса? Я повторюсь, о чем мы с вами, Елена, сейчас говорили, что наличие или отсутствие подтверждающих документов, допустим, родственные отношения или состав наследства не является основанием для отказа в принятии заявления. Достаточно прийти со своим паспортом, документом, подтверждающим личность, и подать заявление нотариусу, что вы желаете принять наследство или отказаться от наследства и тому подобное. Да, это имеет зачастую место быть, ошибки, особенно в подтверждающих родственных отношениях. Ну, это, конечно, относится к документам, допустим, послевоенного времени или какие-то сельсоветы и тому подобное. Достаточно много ошибок, но это ничего страшного. Если вы жив, здоров, вы можете обратиться в органы ЗАГСа. Именно там исправить, да? Да, в зависимости от ошибки, при том можно обратиться, опять же, в любое отделение ЗАГСа, которое вам ближайшее. В ЗАГСе всегда тоже помогут электронным взаимодействиям обратиться именно в ту местность, где вы, допустим, рождались, и была допущена ошибка в вашем свидетельстве о рождении. Если же не получается действительно подтвердить, и нотариус не может установить действительно, являетесь ли вы сыном, либо дочерью наследодателя, то это, конечно, судебный порядок. Это юридический факт подтверждения родственных отношений. Есть еще один вариант не вне судебного рассмотрения. Допустим, если у кого-то из наследников, принявших наследство, все четко прослеживается, нет ошибок, допустим, в документах, подтверждающих родственных отношений, то такой наследник, опять же, может своим же заявлением в наследственном деле подтвердить, что да, действительно вы являетесь, допустим, сыном. Включить состав наследства. Включить состав выдачи свидетельства о праве наследства, что он не возражает, и вы действительно являетесь сыном, допустим, умершей, если у вас имеются недочеты какие-то или ошибки, подтверждающие родственных отношений в документах. Спасибо. Звонок принимаем. Алло, говорите, вас слушаем. Добрый вечер. У меня вот такой вот вопрос. У моего мужа умерла тетя. Детей у нее нету своих. То есть ближайшим родственником является мой муж, племянник. Завещание было составлено на соседей. Имеет ли он какой-то проход на какую-то часть? Спасибо большое вам за вопрос. Все понятно. В данном случае надо исходить из содержания завещания. Конечно. Человек мог завещать часть имущества, допустим, квартиру только, но у него остались незавещанными денежные средства, автомобиль, гараж, земля, ну еще что-то. Ну, речь здесь идет о квартире, поэтому рассмотрим. Ну, я лишь говорю о том, что не всегда люди пишут все мое имущество, какое окажется мне принадлежащим. И в данном случае супруг телезрительницы, скорее всего, имеет право только на незавещанную часть наследства. Те же, допустим, денежные вклады и тому подобное. Надо исходить из содержания завещания. Вот, к примеру, если, допустим, написала квартиру завещаю таким-то, таким-то, то здесь он право не имеет. Нет, нет, не имеет. Здесь уже воля завещателя. Воля завещателя. А в каких бы случаях, если, допустим, был бы инвалидом, да, либо сыном? Если бы он относился к наследникам первой очереди, да, то есть это дети, супруги, родители, и относился бы к категории нетрудоспособных или на иждивении наследодателя, то тогда бы, как мы с вами говорили, ранее имел право на обязательную долю. Вы сказали такую фразу, что не всегда пишут все мое принадлежащее имущество. Это говорит о том, что люди сами составляют завещание, либо все-таки нотариус подсказывает? Нет, нет. Нотариус выясняет волю, прежде всего, завещателя, чтобы он хотел кому бы что досталось. Те, спасибо вам большое. Пожалуйста. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. С наступающим Новым годом. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok